Итак, мы видим с вами, что у нас, например, человек решил сделать подпол, сэкономить деньги. Он не хочет делать полы по грунту, уплотнять грунт, он не хочет заливать монолитную плиту толстую. Ему проще и дешевле кинуть в круглопустотные плиты ПК, которые предназначены для жилых помещений, обогреваемых и теплых. Почему? Потому что плита ПК, имея пустоты, имеет тоненькую преднапряженную арматурку с защитным слоем 10 мм. Всего-то на всего. Но анкер, зона анкеровки. Вот наши арматуры, если мы посмотрим, в торец мы видим турматур, если мы посмотрим зону анкеровки, мы увидим, что там, где идет у нас тонкая-тонкая преднапряженная арматура, здесь идет анкеровка. И в зоне анкеровки защитный слой еще меньше, еще меньше. Для чего нужно защитный слой? Для того, чтобы защитить арматуру от ржавчины. Потому что если бетон будет водонасыщенный, арматура будет также мокрая и будет эти ржавчина. видели заставку к сегодняшнему вебинару кто выбрал вариант подпала который он хочет себе сделать там аж четыре варианта под циферкой 1 кто заметил почему так потому что смотрите получается что если у нас нет движения воздуха в подполе влага поднимается с грунта насыщает наш воздух и так как чаще всего делают подпол и не утепляют соколь влага начинает конденсироваться на конструкциях потому что конструкции имеют ребята более низкую температуру понятно и теперь вот наша заставка да то что я специально сделал эту заставку чтобы вам это показать и смотрите вот в это видео из интернета фото из интернета вот вам пожалуйста эта красота это замерзший уже замерзшая вода то есть сначала она сконденсировалась и потом из-за дальнейшего понижения температуры вот она замерзла на строительных конструкций вот что творится в подполе зимой закрытыми про духами ребята вот чтобы вы это понимали вот давайте вам еще не покажу фото тут же их много интересных вот фото которые я уже показывал у себя на канале это конденсат на нижней части плиты красиво что мужиками согласитесь вот он другой подпол пожалуйста повышенная влажность до холодные конструкции и вот вам выпадение росы конденсата на холодных поверхностях это то же самое что происходит с очками где то что у нас еще есть вот еще есть смотрите это все одно и то же тут он даже маячки поставили на гипс собрали штукатурить подвал то есть вот это вот все одно и то же ребята это все результат вот этого холодных конструкций промерзания и влажного воздуха вот этой вот конденсации и получается так что вот эти вот плиты пока они к сожалению долго не живут у меня на блоке есть фото которое выложил уже на 0 лет 8 назад и показывал что происходит с плитой пока спустя пять лет это фото было сделано одном из наших объектов где мы проводили реконструкцию дома и вот я в подвале сделал это фото 8 лет назад целая статья этому посвящена на блоге и получается так что при напряженной арматура начинает тут ржаветь и естественно возникает логический вопрос окей мы построили дом например за эффективной керамики из газоблока да не утеплили цоколь и что ж теперь нам со всем этим делать вот теперь смотрите согласно строительных норм площадь продухов должна равняться 1 400 от площади подвала если мы с вами посмотрим на подвал например дом полторы тысячи квадратов небольшой такой ну как вы любите и там есть какие-то дополнительные стенки перегородки под несущие стены идет какое-то деление на зоны так вот принцип работы продухов следующий ветер дует отсюда попадает в продукт и проходит насквозь и вылетает с другой стороны и точно также в обратную сторону дует сюда пролетает насквозь и выходит с этой стороны и что нам нужно сделать для того чтобы это обеспечить правильно ребята площадь продуха должна равняться 1 400 от площади подвала и их количество на каждую сторону должно быть соответствующим это для того чтобы воздух мог пройти но тоже самое нам надо обеспечить и вот здесь видите и то же самое мы должны сделать с вами в этом направлении мы также должны обеспечить продухи и это достаточно большие отверстия и вот смотрите сколько нам надо наделать этих отверстий замечательно да вот мы с вами наделали и таким образом выполнили условия 1 400 вот площади и наш подвал прекрасно продувается первая ошибка которую любят совершать народ они думают что если у них есть стена и они вот поставят вот такую штуку с решеткой они обеспечат вентиляцию подвала вот это уровень земли как я сказал продух работает когда дует ветер что он тут задует что он вот тут задует вы что думаете он прямо тут как с вентилятором сюда пойдет да что то там будет более менее нормально но по сути вот эта вот система вот эти вот системы они малоэффективны их нужно очень много поставить они не дешевые поэтому устройство традиционного продуха остается единственным верным решением а теперь представьте в вашем регионе выпадает снег 30 40 50 сантиметров а проду должен оставаться открытым если у вас навалилось не будьте добры сделайте повыше цокольную часть не одна ступенька ребята не три ступеньки 5 6 7 9 ступенек при входе как вам для того чтобы сделать продукты по-нормальному чтобы когда выпадет снег если еще и нанесет с одной стороны снега побольше то надо брать лопату все это вычищать потому что если хотите нормальный подвал вам надо чтобы этот подвал нормально вентилировался понятно да и вот получается так что с учетом всего вот этого чаще всего делают максимум три ступеньки при входе и получается что пирожок пола с утеплением там 120 миллиметров делают утепление 50 миллиметров 22 10 20 миллиметров это сама сама плита и в результате там уровень земли вот на этой вот отметки них ей продуктом толком не сделать и просто мне не засыпают грунт оставляют водку воздушную прослойку и мы возвращаемся с вами вот такой вот красоте потому что у нас нет движения воздуха у нас не заходит сухой воздух и не выносит вот эту влагу поэтому на поверхности конструкции образуется конденсат то есть если грунт высоко это не вариант дальше как звучит вопрос сегодняшнего вебинара нам его задал александр правильно давайте его посмотрим значит естественно что если у нас с вами там влажный воздух и основная проблема от того что достаточно холодно резонно заданный вопрос александра следующий нужно ли утеплять ленточный фундамент при холодном подполе правильное утепление сборного же бы перекрытия при холодном подвале утепление узлов опирания плит минимизация носиков холода есть то есть как видите тоже вам рассказал как раз очень важно и вот мы с вами возвращаемся к тому что хорошо будем с вами утеплять нам надо утеплить и теоретически да мы можем сделать утепление прекрасно сюда заходит холодный воздух и начинают промораживать наши конструкции что получается получается что наш продукт надо утеплить отлично мы добим больше дырку утепляем той же соткой пенопластом и получается запускаем теперь воздух сюда и у нас с вами промерзает конструкции изнутри правильно и что нам надо теперь в этом случае сделать утеплить все изнутри мы утеплили дальше что получается у нас с вами оля промерзание снизу плиты а мы не можем с вами вот здесь дать больше уже утеплителя на плиту а почему мы на плиту не можем дать больше а потому что там перемычки дверей уже стоят и отметка пола она задана если вы сейчас положите больше утеплителя на плиту пока то в результате у вас получится что все перемычки дверные надо поднять у вас будут ниже потолки в доме и так далее и не все на это хотят пойти и тогда стоит вопрос о том что надо утеплить весь низ плиты пока прекрасно мы с вами утеплили весь низ плиты пока но внутри в подполе нет источника тепла потому что часть тепла попадала через наши конструкции попал но мы это все утеплили и в результате у нас даже через плиту пока тепло уже не поступает и получается что если здесь у нас отрицательная температура внутри плиты пока вот здесь внутри так как это круглая круглопустотные плиты напомню начинает образовываться конденсат потому что это воздух и при понижении температуры там выпадает роса начинает оцелевать бетон а выйти влаги некуда сверху у вас пенопласт извиняйте вы положили пост под пола защищались а снизу вы дали дополнительное утепление и что дальше со всей этой красотой когда ваша преднапряженная арматурка малипусеньким диаметром там пару миллиметров 5 миллиметров находится в постоянном во влажной среде при этом не в воде ребята а во влажном бетоне куда есть доступ кислорода и вот это преднапряженная арматура начинает очень интенсивно здесь гнить начинает она гнить вот этих вот анкеров и сколько эти плиты прослужат только богу известно и получается так что вот это вот аля экономия на первом этапе строительства прикиньте я вам только одну комнату нарисую утеплить ребята изнутри подвале по пластунски лазя и полностью все перекрытие и так вести красиво сколько денег а всего то что нужно сделать тебя правильно все что нужно нам сделать нормальный фундамент нафиг без продухов все что нам надо сделать либо полы по грунту либо монолитную плиту перекрытия все не надо создавать себе проблему потом ее героически преодолевать утепление под пола ребята будет стоить сумасшедших денег если вы думаете что я шучу давайте с вами посмотрим опять гугл да пожалуйста забил в поисковик утепление под пола можем любоваться с вами как люди развлекаются вот утепляют тупу тупу подшивают пенопласт да где у нас вот подшивает пенопласт который до пара про не проницаем и поэтому отработает здесь подшивают вот и утепление стен о котором я рассказывал вот пожалуйста для того чтобы защититься вот чем развлекается народ который сначала делает а потом думает который не хочет быть подписчиком канал александр терехов вот пожалуйста внутренняя стена утеплена вся видите все поэтому что можно ответить вот на сегодняшний вопрос а как утеплить под ребят да его проще закопать по большому то счету я говорю вполне серьезно искать возможность засыпать похоронить забыть в этом под поле так добрый вечер как вы относитесь к решению засыпать под пол песком выше уровня земли до уровня плит проложить пленкой положить плиты пока цоколь утеплить снаружи негативные к этому отношусь алекс потому что смотрите когда мы делаем с вами просто монолитное перекрытие мы можем обеспечить любой совершенно защитный слой абсолютно любой например нормы пишут что во многих странах при этом ребята нормы пишут что если у вас например толщина защитного слоя там плюс-минус но около 70 миллиметров вам не обязательно даже делать гидроизоляцию для защиты арматуры понимаете но суть в том что он хочу ты его отключил без денег но дело в том что если вы посмотрите стоимости ппс а эксцурдированного пенополистирола и стоимость бетона она небольшая разница небольшая по факту и вот смотрите у вас например мы хотим опереть залить монолитную плиту по ленточному фундаменту и мы делаем арматуру и чтобы ее защитить 70 миллиметров защитный слой в то же время если мы с вами например рассмотрим варианты положим на низ эксцурдированный пенополистирол 20 миллиметров мы можем обеспечить с вами защитный слой 15-20 миллиметров то есть на 30 миллиметров меньше и смотрите что получается 30 миллиметров и 20 миллиметров и ппс а бетон с доставкой например сейчас у нас стоит где-то 2100 а и ппс будет стоить это 2700 2500 видите то есть получается что выгоднее положить просто и ппс мало того если у вас вот здесь лежит 20 миллиметров и ппс а вы уменьшаете теплопотери в грунт то есть прекрасное решение защитный слой защита арматуры от флаги и дополнительная теплоизоляция по конструкциям да потому что когда вот здесь вот идет стена и у нас мы может идти например тепло через наши конструкции то и ппс уже защищает уменьшает наши теплопотери мы будем чувствовать себя более комфортно вот и все понимаете и при этом положить ппс но грунт это недорогая работа и надо-то его всего 20 миллиметров об этом я рассказывал на вебинаре альтернатива пола по грунту грунт как несъемная опалубка потому что вот в этой вот ситуации нам не надо с вами вот здесь очень хорошо уплотнить грунт мы можем просто засыпать пройтись немножко уплотники если грунт даже просядет наша плита продолжает работать полноценно с плитой пока вы такого не сделаете и при этом не забывайте что у плита пока это преднапряженная арматура если здесь у вас будет арматура диаметром 10 12 миллиметров шагом 200 миллиметров например то в пяти пока это тросик там или столько 5 миллиметров пример все кто бы срезанет кто быстрее прожареет как вы думаете и здесь на каждый миллиметр гораздо больше усилий приходится чем вот здесь поэтому и получается что продукты они нужны для монолита но монолит мы можем сделать более надежным он будет больше защищен от влаги просто более качественная конструкция и в монолите самое дорогое это опалубка аренда опалубки а когда мы с вами просто засыпали грунт ребят монолит стоит дешевле может оказаться что дешевле пока понимаете потому что вам даже бетононасос не нужен миксер приехал все вывалил вам прямо вот сюда на и ппс и все экран не нужен не бетононасос не нужен поэтому я считаю что если уже и говорить про экономию надежность то все-таки предпочтитель монолит